СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ А в гостях у нас сегодня Алла Новикова, председатель Совета учредителей еврейской национально-культурной автономии города Кирова. Добрый день. Здравствуйте. И Андрей Брезгин, магистр религиоведения, преподаватель Торы. Андрей, здравствуйте. Добрый день. У меня вот ощущение такое, когда вы к нам приходите всегда, что вы с собой праздник всегда приносите почему-то. Ну, наверное, внутренний драйв определённый есть. Мы просто очень позитивные люди. Вообще просто позитив на ножках. Ну, встречаемся мы часто с вами по поводу таким, да, когда знакомим наших слушателей с еврейскими праздниками, разными совершенно, да, и религиозными, и нерелигиозными. И вот праздник, с которого мы... В октябре было несколько, правильно, праздников, да? И вот праздник, с которого мы, наверное, хотим начать, я даже не знаю, Суккот, ведь он к религии, наверное, отношения не имеет. Имеет. Имеет всё-таки, Андрей, да? Прямое отношение. Прямое отношение. Хорошо. Тогда давайте разъясняйте нам. Я хотел бы несколько слов сказать, почему еврейская культура... Дело в том, что еврейская культура не является какой-то маргинальной, а она легла в основании также формирования европейской цивилизации, и поэтому эта культура, она такая довольно всеобщая. А всё всеобщее, оно как-то так сильнее местечково. И поэтому мы сегодня будем говорить о еврейской традиции, и вот мы обращаемся к празднику Суккот. С чем Суккот связан? Это исход евреев из Египта, и вот Сука – это палатка, то есть... Шалаш я ещё читала, да? Ну, это шалаш, да, шалаш, такое временное жилище, и это праздник, который заставляет задуматься о том, что наше пребывание на Земле, оно временное. Ага. То есть такой с грустинкой праздник всё-таки. Почему с грустинкой? Ведь дело в том, что здесь есть также послание, что наша жизнь вечная. Это хорошо. А я думала, тут прямо слова из песни вспоминаются, да? Живи пока молодой, ну то есть вот есть у тебя пока жизнь, да? Да, получай всё, всё хорошее, что ты можешь получить, пользуйся им. Да, но там вот эта линия «Живи пока молодой», она присутствует, потому что интересно, что на Суккот, например, читают книгу Кагелет или «Экклезиаст» по русской версии. Тоже опять грустная книжка в русском переводе. Она грустная, но там как раз вот то, что вы сказали, «Живи пока молодой», там эта идея присутствует, но она в каком виде присутствует? Насколько я помню фразу, там есть фраза, что живой собаке лучше, чем мёртвому льву. Да, потому что у живой собаки всегда есть шанс. А у мёртвого льва уже шансов, они все закончились. Несмотря на то, что он лев. Несмотря на то, что он лев. И вот здесь также присутствует идея, что да, живи пока молодой, но там заканчивается книга тем, что помни, что ты будешь отвечать за свою жизнь перед Богом. Я могу продолжить, конечно, но как бы не получилось, что буду говорить только я. Нет, 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 так, собственно, вы у нас в гостях, вы рассказываете. Мы-то вот точно ничего рассказать про праздник не можем с Анной. Ну, я тогда могу продолжить. И вот одна из очень важных идей, то, что наша жизнь здесь на Земле, она временная. И поэтому евреям рекомендуется настойчиво в эти дни выходить из своего жилья, строить такие вот временные шалаши и там какое-то время жить. То есть это такая сеть символичная вещь? Да, 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 это и есть вот этот вот палатка шалаши. А праздник продолжается долго? Он продолжается неделю. Неделю, да? Да. Но вот как раз в эту неделю человек размышляет о том, что он временный. Вообще само содержание праздника – это плоды, это окончание сбора плодов. Но это осень. Да, осень, да. И празднуется то, что вот мы собрали большой урожай, нам хорошо. Но вот как раз это время для того, чтобы задуматься о том, чтобы ты в этот урожай не погрузился. Чтобы ты не погрузился там в эти деньги, во всё это материальное. И как бы так Бог приводит тебя в сознание, Он говорит. И вот этот вот как бы предложение это сделать и пожить в шалаше, как бы вот вернуться в первозданное состояние без этих денег, без этого богатства, без ничего. Оно не совсем первозданное, но прежде всего это именно почувствовать свою незащищённость и говорят, что вот через крышу твоего шалаша должно быть видно звёздное небо. То есть это размышление о вечности. Это также ещё один аспект этого праздника. Ты размышляешь о вечности, и ты должен задуматься о том, к чему ты пришёл, вот чего ты достиг к этому времени в духовном плане. И также это размышление о том, куда ты идёшь. То есть ты должен задуматься о том, что вот в отношении вечности, да, где я нахожусь, куда я иду, к чему я двигаюсь. Вот эта история с построением вот шалаша там, да, или вот этой вот палатки с открытым верхом там, да, немножечко. Эта история, она, я так понимаю, что и сейчас тоже распространена? — Конечно, да. — Я посмотрел на Аллу Новику. В Кирове я с трудом себе представляю человека, который вот выходит, строит у себя во дворе это. — Или есть всё-таки. — Вообще ты можешь построить... — Или это как бы символично можно сделать. — Чисто практически. То есть как это выглядит? — Для тех евреев, которые вне пределов своей страны обетованной, то есть как это происходит, да? — Конкретно, как это происходит в Кирове? — Мы собираемся группой людей, садимся в автобус, едем в лес, собираем ветки, ну, поскольку нет пальмовых веток, мы собираем ёлочки. — Валежник. — Валежник, да. Строим шалаши, украшаем их флажками, надуваем шарики. Но правда всё это происходит на территории турбазы, потому что ночуем-то мы всё равно в тёплом помещении. — А это ведь не запрещено, я так понимаю, да? То есть можно ночевать... — Ну, это ведь вообще, я так понял, что необязательно, это как бы рекомендация, что можно лучше бы сделать. — Ну, просто наши условия консеренцов не позволяют, мы ж не... — Ну, конечно, да. — Обычные люди просто, ну, могут там выйти туда на несколько минут, конечно, там в реальности никто не живёт. — Хотя бы. — Да. — Ну, то есть вот как бы вот это вот здесь... — То есть это происходит в первый день? — Да. — Ну, мы... — Или как... — Нет, вы имеете в виду наши конкретные условия. — Кировские, да? — Нет, 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 вот ваша поездка, как вы говорите. — Ну, во время вот, пока происходит сукот, в какой-то из дней, на пару дней, мы просто уезжаем. — Понятно. — На турбазу. Дети, взрослые, там, пожилые люди. Вот. — То есть это вот даже сейчас происходит? — Мы реально отмечаем, уезжаем даже сейчас. — Да, да, да. — Но в Израиле вы эти шалаши можете видеть даже на балконах. То есть это повсюду, везде, между домами. — А, то есть он не обязательно должен быть очень большой, чтобы помещать всю семью? — Нет, нет, абсолютно. Это символ. — Понятно. — Это символ. И также это ещё праздник гостеприимства, потому что в это время очень рекомендуют приглашать гостей. — Ушпизин. — Да, ушпизин, да, друзья. И также это обозначает, это напоминание о том, что когда-то вы были путниками, странниками, поэтому вы должны быть открыты для того, чтобы помочь пришельцу. — То есть ваши двери должны быть открыты? — Да, вы были пришельцами, да, сейчас помогите пришельцам. Не отторгайте пришельца, не будьте к нему предвзяты, ну и вот такое содержание. — А есть ли значение какое-то у каждого дня, то есть в течение недели праздник идёт, да, 7 или 8 дней всё-таки? — Ну, 7, там, но вот такого смысла, чтобы это было... — Каждый день, ну, чтобы вот там в первый день нужно сделать это во второй, это нет такого, да? — Я просто не знаю такого. — Нет такого. — Там есть в целом, допустим, это... — Это как-то маслячная неделя имеется в виду, что каждый день сюда с тёщи надо идти, сюда надо туда идти, такого нет. — Нет, у нас тоже есть такие... — Нет такого, да? — Да, такой нагрузки я не слышал. — Это просто вот такая неделя праздничная, да? — Праздничная неделя, и также там есть благословение четырёх растений. Это Этрок, это Ива, это Пальма и Мирт. Ну, там можно... — Как это происходит? — Можно спрашивать, в чём значение. Там раввины обычно обозначают, что это четыре категории евреев. Там это по запаху и вкусу, по вот этим категориям признаки такие. И, например, Этрок, он имеет запах и вкус, Пальма, плод, имеет вкус, но запаха не имеет, Ива не имеет запаха совсем, и Мирт, он только пахнет, там нет никакого такого плода. И это как вот люди, которые... — Вкуса нет. — Да, вот люди, которые, например, они знают Писание, но они не живут жизнью праведника. Там кто-то Писание не знает, да, но... — Но живёт праведно. — Живёт правильно. Ну, то есть как он немножко совсем знает заповеди, но очень старается их осуществлять. Некоторые не делают ни того, ни другого, кто-то учит таре, да, там, но сам по этим заповедям не живёт. Ну, вот такой принцип. — И вот это как-то происходит, вот это благословение четырёх вот этих вот деревьев? — Да, молитва, читается молитва, да, благословляются эти четыре растения, они символизируют все категории еврейского народа. — То есть такие образы благословляются, как бы, еврейский народ, да? — Да, это единение разных категорий еврейского народа. — Есть ли какие-то, не знаю, там, вот гастрономические слова, наверное, не совсем корректные, да, но такие вот... — Ну, меня всё сказали. — Ну, потому что Алла Новикова нам всегда приносит вкусные какие-то штучки. — Она и сегодня принесла, просто мы вот пока в студии для того, чтобы разговор продолжался, не можем, но говорить-то об этом хочется. — Нет, особо... — Фаршмак у нас на столе. — Особо, да, сегодня, да. — Особо каких-то нет, определённых каких-то ритуальных продуктов нет совершенно. То есть это какие-то плоды, потому что это время сбора урожая. Вообще, Суккот — это второй Новый год еврейский. Ну, я уже говорила, мы рассказывали, по-моему, да, неоднократно, что у нас четыре Новых года. Вот есть Рош-Хашана — это голова года, от которого начинается отсчёт года. Следующий — это Суккот. Вот, и как бы происходит празднование, сбор урожая, поедаются все плоды, произносятся благословения, люди ходят друг к другу в гости. Каких-то особых ритуальных блюд нет на этот праздник. — А ограничения какие-то есть в еде? — Вроде, если праздник как раз не должно быть, по идее. — Нет, 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 я имею в виду, что что-то можно, а что-то нельзя в этот праздник из продуктов. — Главное, что всё должно быть кошерным. — То есть это те ограничения, которые есть всегда. — Да, те, которые есть всегда. — А каких-то особых таких нет, абсолютно. — Но плоды, ну, хорошо, там, в условиях тёплого климата можно, да, там, об этом говорить в октябре, потому что они как раз выросли, их собрали. А вот если, например, в Кировскую область вернуться, или ещё куда-то, где холоднее, там, что, ну, вот какие там плоды? Или это не возбраняется совершенно, то есть там, да, покупать что-то привезённое? Или это должны быть всё-таки какие-то фрукты, которые выращены там? — Нет, никаких нет, определённых каких-то вот там требований вообще не существует. — Это яблоки могут быть? — Конечно, понятно, что евреи — это народ такой, как сказать, подвижный, мобильный, который живёт в разных местах, поэтому нет какой-то привязки. Вот. Каждый празднует в своих условиях, да. — То, что выкопало брюкву, вот брюкву и ешь. — Конечно. — Ага. — Чем она плоха, чем? — А вот, да, кстати, из морковки можно прекрасный цимис сварить, к примеру. — Очень даже тема. Так что... — То есть никаких ограничений? — Никаких ограничений абсолютно нет. Главное, чтобы всё было вкусно, много, радостно. — Угу. И два новых года. Почему? Потому что мало кто знает, что в Израиле было два календаря. Это календарь царский и календарь священнический. — Угу. Они ведь следуют друг за другом, я так понимаю, да? — Ну вот смотрите, значит, Рош-Хашина — это начало года отсчёт, затем идёт Суккот, затем Тубишват — это Новый год, Деревьев, он примерно у нас январь, конец января, начало февраля. Потому что двигаются даты постоянно. — Ну да. — И четвёртый Новый год — это Шивот, он где-то, ну так, приблизительно май, начало июня. Вот первый Новый год Рош-Хашина, он посвящён именно отсчёту времени, а остальные связаны со сбором урожая. — То есть вот всё завязано, получается, на такой сельскохозяйственный календарь, если можно так сказать, или нет? — Ну... — Или всё-таки сбор урожая имеет какое-то ещё вот такое символическое значение? — Слушайте, мне никогда это в голову не приходило, но получается... — Ну, мы о символическом значении поговорили, конечно, символическое значение очень важно. — Конечно, конечно, но они привязаны всё равно как бы, ну, связаны друг с другом. — Тоже может быть какой-то повод? — Читаю в пояснении фразу, которая меня немножко удивила, там... — Ну, это пояснение. — Да, Всевышний судит не каждого отдельно, весь мир в целом решает, сколько дождя выпадет в этом году, сколько. То есть такая очень значимая дата получается, как бы в эти дни определяется будущее, вот ближайшее, так получается? — Там есть... Ну, вы прочитали о дожде. Дело в том, что в Израиле, засушливый климат, дожди очень важны для урожая. Поэтому вот в этот праздник читаются молитвы о даровании дождя, иначе урожая не будет. И вот эта тема воды, она в эти праздники проходит как очень-очень важная линия. Это присутствует. — То есть как бы это ещё вот даже не в плане там, вот именно как праздник, это просто вот важная неделя с точки зрения вот, ну, сельхозгода, скажем так, да? — Опять мы к нему возвращаемся. — Да, да, конечно. — Нет, ну, слушайте, это... Можно, конечно, там смеяться или не смеяться над этим, да, но, тем не менее, ведь это же пища. — Пища. — То есть это то, чем люди потом будут жить в течение этого года. — Ну, это физическая жизнь. — Вот. А не знаю, я бы вот тут даже, может быть, и поспорила, потому что ведь человек, который не думает о еде, он может думать о каких-то других вещах, более возвышенных. Если перед ним вот остро не стоит проблема, да, еды и того, что не выросло ничего из-за того, что дождя не выпало, он может думать о каких-то высоких вещах, духовных вещах. А если у него вот эта вот проблема стоит, первоочередная, да, то, мне кажется, тут уже и не будешь думать о вечной жизни. — А у евреев поставлено так... — Или по-другому всё. — Нет, у евреев поставлена очень чёткая очерёдность. Дело в том, что если ты со Всевышним не выстроишь отношения, то и еды у тебя не будет. — Ага, понятно. — А если в первую очередь у тебя будут выстроены отношения с Господом, да, то и еда будет обязательно. — Вот примерно так. — Вот это выстраивание отношений, я так всегда задумался. — Слушайте, да, Николай, надо этому научиться. — И, Ань, когда ты говоришь, что я готова с вами поспорить, всё-таки спорить с магистрами. — Да, я понимаю, это было, конечно, доброметчивый шаг, это правда. — Есть ли какие-то особенности, связанные с времяпрепровождением? То есть мы уже поняли, да, что вот есть суки, вот эти, правильно я... — Сука. — Сука, да. Вот эти вот строения, которые украшаются. Есть традиции, которые подразумевают, что дверь твоего дома всегда открыта, и люди, путники, гости могут заходить и, да, садиться с тобой за один стол, как я понимаю. — Да, празднование. — Да, праздновать. — А что-то ещё есть? То есть вот какие-то, не знаю, там, музыка, большие... — Я понял так, что ещё, конечно, в молитвах люди проводят. — Ну, в молитвах проводят, да. — Возможно, есть какие-то градации молитв от дня к концу, там, праздник. — Там нет такой молитвенной нагрузки, как, например, на суккот, ой, на Йом-ки-пур, потому что во время Йом-ки-пур, там, например, некоторые дни люди, которые стремятся к праведности, они полностью проводят в молитве. Там некоторые даже стремятся не садиться, а вот выстаивать весь день на ногах. Вот здесь такой нагрузки нет. Это идёт как раз радость, празднование. Это всегда много людей. И в традиции было как раз то, что на этот день собирались из разных-разных маленьких поселений в большие города. Это было связано с тем, что читалась Тара, и в маленьких поселениях зачастую этих свитков не было, потому что это было дорогостоящее дело. И все стремились прийти в города, а когда был храм, то, конечно, очень много людей, они стремились прийти на поклонение в храм, приносились жертвы. И вот было множество людей, было очень шумное празднование. Вот эта традиция, она присутствует. Ну, то есть помимо молитвы есть ещё такая, ну, не знаю, развлекательная, что ли, составляющая? Обязательно, обязательно. Когда после молитвы люди как-то собираются вместе, и что? Вот это праздник как раз такой очень радостный, но в отличие от Йом-Кипур, потому что Йом-Кипур даже по своему содержанию праздником назвать словно. Ну, да, я читал тогда про Йом-Кипур, мы сегодня будем про него говорить. Это скорее событие. Это некое событие, это праздник, это не праздник. Я считаю, это личное. Мы сейчас поясним, да. Я хотела сказать про Суккот. Из провинции, вот в большие города приезжает много народу, потому что люди просто везут урожай на продажу. И они живут там много дней, потому что пока продаётся урожай. Но надо же чем-то себя занять, и вот, пожалуйста, придумали Суккот. Но это я так. Это одна из версий. Но это тоже нормальное, в помню, объяснение. Это реальность, одна из версий просто. Не, ну, кстати, они, между прочим, друг другу ведь не противоречат. Нет, нет, абсолютно нет. Они сочетались очень удачно. Да, да, да. И то, и другое. Так что зачем сидеть и скучать, продавая урожай, когда можно веселиться? А сейчас как происходит? То есть я поняла, как это происходило, когда не было возможности свитки в каждой деревне иметь. Но сейчас-то всё по-другому, наверное. То есть сейчас всё-таки на этот праздник тоже стараются стекаться куда-то в крупные города, где больше людей, да, где ты с большим количеством единомышленников можешь обняться, ну, вот так вот условно говоря. Или всё-таки это больше домашняя такая история? Я думаю, что это такое всеобщее празднование, не обязательно только домашнее. Вот, и, конечно, много людей едут в Иерусалим, но Израиль – это не Россия со своими расстояниями, там это всё делается очень быстро. Не очень долго, то есть это можно приехать и в этот же день, наверное, и уехать, да? Да, да, совершенно верно. Ну, да, в некотором смысле российские расстояния, конечно, меня немножечко пугают. А в России, Алла, как происходит вообще вот, то есть где-то, ну, понятно, что вот вы отмечаете, но у вас, я так понимаю, что всё-таки, ну, в некотором смысле своя компания, да? Ну, мы общаемся городами между собой, и, в общем, я могу точно сказать, что там, где есть евреи, Суккот отмечают. Все. Ну, вот какие-то вот, ну, там, ряд городов, то есть... Но это происходит не широко, не массово. А никакого-то движения, условно говоря, из провинции в центр по этому случаю нет? Поэтому вот я ничего не могу сказать, не знаю, но то, что вот города, с которыми я общаюсь, но мы всё равно на связи, у нас много же еврейских организаций. Суку строят все. Каждый по-своему. У кого-то есть уже, допустим, там, система отработана, какая-то сборная-разборная, которую они каждый год собирают, разбирают. Кто-то, как мы, вот так вот ездит в лес. То есть у каждого свой какой-то вот, своя фишка такая. Своя технология. Ну, технология, да. Технология. Солиднее звучит. Вот. Но праздники отмечают все. Вот на самом деле все праздники еврейские евреи отмечают в России. Действительно, собираются и отмечают. Потому что это, вообще, это прекрасно. Еврейские праздники, это замечательно. Ну, вот в Кирове, например, я от вас сейчас, ну, первый раз, да, слышу, что такое вот происходит. И вы же это делаете не на виду у всех, условно говоря, там, да? А это не у вас броняется делать, там, например, ну, в среде иноверцев, условно, нет? Ну, скажем, у нас бывают ситуации, когда с нами едут не только евреи. Туда? Ну, на празднование едут? Ну, какие-то знакомые там, допустим. Да, друзья. Тем, да, кому нравится с нами общаться. Мы же там не знаем. То есть это не запрещено? Нет, конечно. И это людей к чему-то обязывает все-таки или нет? Нет. Я думаю, что... Абсолютно ничего. Мне кажется, нет. А они могут зайти внутрь? Почему нет? Могут. Ну, в Суккот обязательно, вот, в Суккот, вообще, кстати, вот, насчет обязательных традиций, насколько я знаю, нужно, чтобы у тебя в Сукке обязательно побывали гости. Даже так, то есть. По-моему, есть такое, да? Да, да. Насколько вот как-то. То есть не просто там не возбраняется, а наоборот. В течение вот этого времени, да, к тебе обязательно должны зайти какие-то гости. Да, спешит. Не просто ты там тупо сидишь эти, там, 7 дней, как, кукуешь в этой Сукке, там, и поедаешь свой урожай. Ты должен принять гостей. Вот, это вот. Такой момент. То есть, получается, не просто-то, как ты говоришь, что мне возбраняется, наоборот, приветствовать. Это нужно сделать. В таком случае, в таком случае, это строение, вот, Сука, должна быть достаточно большой, чтобы ни один человек уместился. Ну, это, опять же, момент такой очень символизм. Конечно. Нет, это символ. Там вот, скажем, вот про Суки, о которых Андрей говорил, на балконе. На балконе, да. Можно голову засунуть, я не знаю, там, гость может засунуть, он побывал у тебя. Понятно. И вы пошли дальше сидеть. То есть, вообще, он некий символ такой. Да. Или, условно, там внутри что-то, например, лежит какое-то угощение, да, и он может просто руку туда протянуть. Ань, кто про что-то и всё про угощение? Ну, извините, у меня на столе такая вкуснота. От вас далеко, от меня близко. Я сейчас подвезу. Хорошо, мы сделаем сейчас небольшой перерыв на рекламу, вернёмся к нашим гостям через полторы минуты. Союз нерушимый. Мы с Николаем Голиковым продолжаем знакомить наших слушателей с еврейскими праздниками. Праздник Соккот и праздник Йом-Кипур, наверное, к нему сейчас будем переходить. Мы будем переходить, конечно, но как бы поговорили, что это вот слово праздник, наверное, здесь не очень точное всё-таки по отношению. Неуместное. Нет, просто неуместное, не точное, скорее. Это скорее событие, а не праздник. Но само название даже, там, один из переводов, или как называют, Судный день, то есть это день суда, а другой перевод... Вот и сразу не весело стало. Да, конечно, поэтому мы и говорим, что праздником не назовёшь. Или другое название, это день очищения. Тоже такое занятие не очень праздничное. Всё-таки более светлое, более чистое такое. Судный день – это вообще страшно. Страшно. Я картинки видел. Да. Это праздник, который связан с некоторым таким подведением итогов, с ответственностью перед Богом. И, ну вот, если говорить в каких-то таких масштабных терминах, то это, наверное, идея окончания истории здесь присутствует. То есть, вот, всё, жизнь человечества заканчивается, все встают перед Богом и отчитываются за свою жизнь. Я пока не могу осознать. Ты пока не осознавай, давай послушаем. Хорошо. Да, ну, дело в том, что, например, в другой традиции, которая происходит от Греции, там вектор истории, он был завёрнут назад. И там всё было в прошлом, был золотой век, и там всё было хорошо, а сейчас идёт деградация. И мы только стараемся, как можно меньше деградировать, тормозить деградацию. Вот у евреев как раз в этом плане всё позитивно. Мы движемся в вечность, мы движемся к встрече с Богом, у нас есть будущее, и наша земная жизнь – это не окончание. Вот в этом есть позитив. То есть, судный день – это не конец? Это не конец, это начало. Это начало именно, да. Это начало, понятно. Это переход в другую стадию. Я пыталась просто найти там аналогии, ну, вот в своём там, да, мироощущении, пыталась понять, то есть в этот день надо переосмыслить каким-то образом прошедший год твоей жизни и что-то понять там, да, из того, что ты делал правильно и что делал неправильно. Или это не про это? Это об осмыслении грехов. Так. То есть, ты размышляешь над своими грехами, в это время звучит очень много молитв, это покаяние, там, 10 дней, они называются дни трепета. Почему называются дни трепета? Потому что люди ожидают суда. Вообще, вот с чем этот исторический праздник связан? Вот если мы берём последовательность событий, то вот самый первый праздник в череде – это Песах, с которого всё начинается. То есть, евреи выходят из Египта, 49 дней они идут к горе Синай, затем в Шевуот Моисей получает Тару, он получает закон, потом он спускается с горы, видит, что там сделали золотого тельца, там следует поражение народа, и потом на 40 дней выяснять отношения с Богом, Моисей уходит снова. Потому что, когда он увидел развратившийся народ, он бросил скрижали, они были каменные, хрупкие, разбились, народ опять остался без Слова Божьего, без закона. И Моисей уходит выяснять отношения с Богом. Ну и, конечно, все ждут решения Божьего, потому что это прежде всего также обсуждение, что будет с народом. И народ в это время находится в трепете, особенно вот эти последние 10 дней, это вот такое напряжение, они ждут, что же Господь по поводу нас решит, какой будет вердикт, или сейчас нам будет плохо-плохо-плохо-плохо, или Господь всё-таки явит милость. И поэтому это дни трепета. Все ожидают вот этого решения Бога по поводу жизни, и в это время, конечно, люди, они каются, они просят прощения за свои грехи и пребывают в трепете перед Богом. — Ага, вот, вот. — Я просто вот, нет, я немножко, понимаете, понятное, человек, наверное, далёкий от идаизма, но вот записи читаю, опять же в Беке, да, еврейский праздник, Ёмки-Пур, Господь записывает в книгу жизни все хорошие и плохие дела людей. — Да, да, да. — Это правильно, да? — Да, это считается, что в это время Господь составляет книгу жизни. Если ты попросил прощения качественно, ты действительно покаялся, то ты будешь вписан в эту книгу жизни, ты будешь жить в вечности. — В вечности или в следующий год только? — А в следующий год это тоже может тебе обернуться тем, что до следующего Ёмки-Пура уже не доживёшь, плохо себя вёл. Вот, ну а если... — А вот, кстати, да, если ты в этом году себя плохо вёл и не раскаялся, то как потом? Ну, то есть вот можно как-то, да, потом-то отмолить грехи, что называется, через год, через два? — Да, мы видим, что Господь милостив, и очень часто это происходит так, что человек в нераскаянном состоянии может жить довольно много лет. — Нет, я не сомневаюсь в этом, конечно. Мы тоже видим такие примеры. Нет, я сейчас про другое. То есть нет такого смысла, что каждый год надо переосмысливать свои грехи, и каждый год в них кается. — Да. Человек, который там долго жил неправедной жизнью, в какой-то момент осознать, что он неправ, и, собственно, вот, исправиться, да? И в глазах Бога тоже. — Исправиться можно, но вот текущие дела, они порождают, как правило, текущие грехи. Потому что, ну, например, в иудаизме существует 613 заповедей. Это не только то, что я там никого не убил, соседа не ограбил, да? Но вы понимаете, что исполнить весь закон — это вообще не так просто. — То есть в любом случае... — То есть вы что-то нарушаете? — Тебе всё равно будет всем заняться в Ёмки-пур. — Да, да. — Да, да. — Будет. — Слушайте, извините, извините, почему мне вот эта фраза ужасная вспоминается про нашу недоработку? — Ну, это, то есть вот эта вот как бы дата, да, в календаре еврейском, буду всё-таки слово «праздник» избегать, да? То есть она более как бы нагружена и смыслами, и ритуалами какими-то, как я понял. — Да, совершенно верно. — То есть там вот не просто там съездили в шалашик за город, да, вот там... — Нет, тут всё серьёзно очень, да. — Здесь всё гораздо серьёзнее. Вот это всё верующий, истинно верующий человек должен всё это совершать, да? — Да. И дело в том, что во времена храмового служения это было самое основное событие. Это не просто какое-то текущее событие, это было самое основное. И именно на этот день первосвященник, он входил в святое святых. То есть это не делалось там каждый месяц или там по каким-то другим праздникам. Это было только один раз в год. И в этот день приносилась жертва за грехи всего народа. И вот первосвященник, он шёл с кровью жертвы. И там есть ещё интересная история, которая, ну вот она в той или иной степени всем знакомая. Это вот наше российское выражение «козёл отпущения». А это выражение, оно связано именно с этим событием. — Да, то есть слово «отпущение» — это в данном случае отпущение грехов. — Грехов, да. — Да, да. — То есть это жертвенные животные. — Жертвенные животные. Но там было в этот день много жертвенных животных. Непосредственно были два животных. Вот это выражение «козёл отпущения», оно связано с неправильным переводом русским. Вот в оригинале это не так переведено, там другое слово стоит. И там было два козла, которые были приготовлены для этого праздника. Один козёл назывался «козёл для Господа». И другой козёл, вот его называли «козёл для отпущения», вот это вот как раз там присутствует в оригинале это слово «кипур». И он отпускался, там написано в Писании, для Азазела. Или он был «козёл для Азазела». — Это как раз другой для, скажем, дьявола. — Для дьявола. — Для дьявола, да. — Да, совершенно верно. Один для Бога, другой для дьявола. — То есть козёл отпущения, он как раз туда. — Да. — Услово говоря, вниз. — Да, потом его и стали оттуда бросать вниз. — А вот этот вот обряд жертвоприношения, скажем так, он в каком-то виде сохранился до нашего времени? — Вот непосредственно вот эти вот жертвы, это были жертвы, связанные со служением храма. Интересно, что действительно, да, так и сохранился этот обряд, но в очень-очень изменённом виде. Там сегодня вместо козлов, вместо агнцев приносят в жертву петушка. Очень часто там или вот в семьях, где люди следуют иудаизму, иудаистической традиции, то в этот день выбирают петушка, семья молится и возлагает свои грехи. То есть вот это жест возложения рук, а на козлов тоже там возлагали руки. — То есть на петушка возлагают руки. — Возлагают руки. И вот это как раз тоже вот возложение, передача. Это возложение ответственности, возложение грехов, передача грехов. На него возлагаются грехи, и тогда он приносится в жертву. — То есть сначала ему отдают как бы грехи вот туда, петушку, и потом его жертвуют вместе со своими грехами. — Да. — А я правильно понимаю, что это может быть, ну это может делать обычный человек, то есть приносить в жертву? Или это всё-таки должен делать его священнослужитель там, да, или человек? — Нет, это делают и в семьях. — То есть это можно прямо в семье сделать, да? — Да, это связано с храмовым служением, там, конечно, это мог делать только священник. И вот мы, например, в Писании мы можем прочитать, что на козлов возлагал руки Аарон. Там написано, что Аарон должен возложить руки. Это вот когда Аарон был жив, это брат Моисея и священника, он должен был это делать. Потом это делали священники. Сейчас это делают зачастую там главы семей, прежде всего, там, или семья возлагает, передаёт. Это символическое действие. Понятно, что... — Так, у меня только ещё вопрос. Когда они возлагают руки на петушка, он ещё жив в этот момент? — Он жив. — Да, потом его приносят жертву. — И что, если его приносить в жертву, это домашних условиях. — А зачем вам такие подробности? — Алла, давайте за эфиром об этом поговорим. Мне просто интересно. — А слушайте, а вот всё-таки о присутствии... Это же всё, так я понимаю, происходит в присутствии детей, наверное, да? Им как-то вот это объясняется, зачем это нужно? Просто дети, мне кажется, так глубоко не понимают. И для них стрессом может быть, между прочим. — Дети, наверное, понимают больше, чем мы думаем об этом. — Чем взрослые, да, понятно. — Я просто... — Спасибо. — Помню даже своё детство в этом отношении. То есть я фиксировал очень чётко ещё совсем ранние годы, что взрослые думают, что я не всё понимаю. Я этим пользуюсь. — Да, это, кстати, да. — Слушайте, мне просто кажется, что вот, ну, не знаю, если ребёнку не объяснить, как следует всё-таки, да, зачем это нужно, то, наверное, ему будет жаль вот этого вот животного или птицы. — Ну, он же совсем с детства живёт. — Он в этом живёт. — Нет, жаль, жаль, да. — Конечно, да. — Если ты живёшь в деревне, это всё равно происходит даже не на религиозном уровне. — Да, понятно, да, ты видишь всё время. — Ты видишь животное во дворе, ты видишь этих же петушков. Я же тоже жил в деревне, вспомни прекрасно. Сначала мне было их очень жаль, а потом мне просто объяснили, ты же их ешь. — Да, точно. — Можешь их жалеть сколько угодно, или тогда не ешь. — Тогда не ешь. — Слушай, это как-то с этим быстро смиряет правду жизни, да? — Это правду жизни, да. — У нас остаётся буквально полминуты, если остаётся ещё, я сейчас просто посмотрю, вот буквально полминуты, да. Я бы хотела ещё спросить, а вот я правильно понимаю, что всё-таки этот праздник, он такой, ну, как бы вот в себе, да, немножечко? То есть люди, каждый там сидит, разбирается со своими грехами, семьи сидят вот как-то вот семейно, да, так собираются, и не приветствуется хождение друг к другу в гости. — А какие-то вот ограничения там? — Нет, наоборот, это праздник такой массовый. — Это пост? — Нет, там два дня пост. — Например, люди проводят много времени в этот день в синагоге. И в это время ещё есть молитвы за поминовение усопших, и поэтому практически все верующие, неверующие, но на Йом-Кипур все идут в синагогу. — То есть такой очень важный получается день, да? — Да, это очень важный день. — Это же про двухдневный пост. — Я вот как раз спрашивал, да, что там ограничения есть. — Да, двухдневный пост, и там вот эти дни, дни трепета вообще, они насыщенные молитвенной жизнью. Там даже не читается тара зачастую, не столько уделяется вниманию писанию, а сколько именно молитвенной жизни. То есть в это время активно молятся. — И это 10 дней? — Да. — Это 10 дней. Благодарим наших гостей. Алла Новикова, председатель Совета учредителей еврейской национально-культурной автономии города Кирова. Андрей Брезгин, магистр религиоведения, преподаватель Тары. Вот так правильно ставить ударение, да. Спасибо. Программа «Союз не рушим» и на этом завершается. Мы с Николаем Голиковым прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Субтитры подогнал «Симон»